Людям, которые жили в советское время в хрущевках и живут некоторые до сих пор, люди, которые выросли, например, в комнате, в коммунальной квартире, наверное, покажутся удивительными, что мы обсуждаем действительно квартиры площадью 11 квадратных метров. Но это не комната, друзья, это квартира 11 квадратных метров. Это программа «Московские окна», Анастасия Варданян. Михаил Антонов, мы продолжаем на эту тему разговаривать. Слушатели не знают, но наш ведущий Михаил, у него рост почти 2 метра. И вот Мишу я в такой квартире не представляю. Но люди действительно сейчас скупают. Если ты читала Джани Радари «Приключения Чаполина», там был такой персонаж Кумтыква. И он строил домик из кирпичей. Помню, помню. И, в общем-то, он вокруг себя кирпичи обложил и ножки наружу. И, наверное, я в этой квартире буду именно так смотреть. Да, там, кстати, высокие потолки в этих квартирах. Ну, давайте обо всем сначала. То есть, если раньше такие квартиры действительно в Москве были, но они были на вторичке, и это был такой финт от риэлторов, которые покупали трехкомнатную квартиру, делали из нее две однокомнатных и продавали вот таким образом, то сейчас это новый тренд, к которому подключились реальные застройщики, крупнейшие застройщики Москвы в своих новых домах проектируют квартиры площадью от 11 до 13 квадратных метров. Что в этой квартире помещается? Там должен быть санузел, там должна быть... Там есть отдельный туалет, а остальное помещение это кухня и спальня два в одном. То есть, это студия, да, такая студия с туалетом. Студия на 8 метров. Ну, вычитая оттуда 2 метра на туалет, получается 9 квадратных метров. 9 квадратных. Да. И очень много всяких дизайнерских решений, как же вот в этом пространстве уместить кухню, кровать. То есть, предлагается сделать из вот этих 11 квадратных метров двухуровневую студию. То есть, ты делаешь себе лестницу, переход на второй уровень, на котором у тебя находится двуспальная кровать. Внизу у тебя, соответственно, кухня и туалет. Ну, и вот так предлагается жить. Ну, стоит это дешевле, чем однокомнатная квартира с Абкадом, примерно на миллион рублей. То есть, купить 11 квадратных метров в центре Москвы, например, в Таганском районе, можно за 3 миллиона 900 тысяч рублей. И за эти деньги, как бы, ты можешь, не можешь даже однушку за Абкадом. Маша, прости, это я все от червей не могу. Я уже ревную. Я не могу от червей отойти. Настя, прости, а что делать с этими 11 квадратами в центре Москвы? На мой взгляд, это квартира для того, чтобы прийти туда переночевать. Гостей не пригласишь. Ну, слушай, ну, в Москве очень многие живут по такой схеме. Они работают с утра до вечера, а квартиры для них ночлежки. Поэтому, собственно, это и пользуется таким спросом и популярностью. Вот эти все квартиры, которые в новостройках, их раскупили просто за неделю. Понимаешь, например, пригласив тебя на свидание, я не смогу тебя пригласить в такую квартиру. Потому что будет выбор. Либо ты в ней будешь, либо я. Либо я, да. Но здесь, опять же, кто это все покупает? Мы сейчас спросим у вице-президента Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов с нами на прямой связи. Олег Павлович, здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Квартиры площадью 11 квадратных метров. Ну, понятно, что если есть спрос, значит, и есть предложение. Тем не менее, вы считаете, это такой сезонный временной тренд? Или и дальше будет вот такое строительство малогабаритного жилья? Вы знаете, ну, если отталкиваться от мировой практики, в общем-то, во многих зарубежных странах это вполне нормальная, давно сложившаяся ситуация. И я не вижу причин, почему это у нас должно иметь место, ну, какого-то фрагментарного тренда. Я думаю, что это новый формат, который имеет право на жизнь. И в случае, если спрос подтвердит это, а он наверняка это подтвердит, весьма вероятно, что этот формат будет существовать, ну, как бы, нон-стоп. Это спрос небольших парижских комнатушек, вот оттуда пошло все. Ну, не только Париж. И плюс Юго-Восточная Азия. Да, совершенно правильно. Япония, они едят вне дома, они работают вне дома, они зарядку делают вне дома, в квартиру приходят только, чтобы поспать. Да, вы абсолютно правы. Именно для людей, которые ведут такой образ жизни, подобная недвижимость вполне может иметь место. Но наш менталитет может ли легко перестроиться под этот формат? Ну, я не думаю, что наш менталитет так глобально быстро под это дело перестроится. Но если мы берем молодое поколение, в частности, так называемое поколение Z, которое сегодня начинает постепенно входить уже в период взрослости, в том числе экономической, я думаю, что это вполне для них пригодно, и, собственно, они так и живут, на самом деле. Они же не готовят дома, они дома мало времени проводят, поэтому им по существу нужна вот эта так называемая квартира для пиджака, куда можно прийти, провести ночь и, собственно говоря, снова отправиться в большой мир. Олег Павлович, я понимаю, что сейчас я задаю вопрос риэлтору, хотя вопрос, наверное, не по существу. О какой ешкин кот демографии мы говорим тогда, когда он не может в свою квартиру пригласить девушку на ночь, например? Вот тут я с вами, пожалуй, не соглашусь, значит... Он не думает о семье, он не думает... Не-не-не, минуточку, значит, вот пригласить девушку туда можно, потому что, извините, вот если уж так банально и грубо цинично говорить, кровать там встает. Значит, а вот дальше, да, дальше возникают определенные сложности, потому что пространства для жизни нет. Ну, собственно говоря, никто же не сказал о том, что подобная квартира должна быть, ну, навсегда, да? То есть это такой стартап? Да, совершенно правильно. Есть ли большая разница? Вот сейчас Настя, моя коллега, рассказала о том, что эта квартира, например, такая в Таганке, в Таганском районе стоит 3 900, ну, будем говорить, 4 миллиона. В то же время за 4 миллиона, ну, добавив еще, может быть, миллиона-полтора, можно купить неплохую достаточно... Замкадом, Лиша, замкадом. Либо на границе, либо на границе. Можно, но далеко. Это будет далеко не центр Москвы, точно не Таганский район. А центр Москвы это тоже, как бы, ну... Аргументы, критерии. Аргумент. Ну, это кому надо, понимаете? Вот я, например, живу за городом, и я счастлив, что я уехал из Москвы. Ну, когда я вел более активную деятельность, мне надо было быть в Москве. Поэтому это ситуационно определяется, в зависимости от того, чем ты сейчас занимаешься и как ты живешь. А вот этот тренд, он вообще говорит о том, что мы стали беднее, раз появились такие квартиры. То есть 3 года назад самая маленькая квартира в новостройке была 33 квадратных метра, сейчас 11, в 3 раза меньше. Мы в 3 раза беднее стали, или это не связано? Нет, ну, я бы не говорил бы, что это прямая взаимосвязь. То, что в целом запасы домохозяйств, накопленные в тучные годы, уже во многом проедены, это правда. Ну, собственно говоря, это не секрет. То, что многие покупатели, имеющие реальный спрос, не дотягиваются до цен полноценных квартир, но это тоже правда, ну, как бы прямо взаимосвязывать я бы, пожалуй, не стал. Это, ну, условно, боковой тренд. Спасибо большое. Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов, был с нами на прямой связи. И все-таки, мне кажется, вот у тебя есть 3 900. Я не знаю, можно ли эту квартиру в ипотеку взять? Ну, можно, конечно. Это полноценная квартира. Таким образом ты себя вообще ограничиваешь, да, берешь ипотеку лет на 10, и, в общем, у тебя, ты понимаешь, что 10 лет тебе в этом скворечнике жить. Так. Вот, ну, ладно, бог с ней. Так, у меня есть 3 900. У тебя есть 3 900, которые не нужно брать в крыль. И есть выбор, да? И у тебя есть выбор, либо купить скворечник, вот этот вот, ну, и дальше думать, что это, скорее всего, временный вариант, потому что хочется детей наверняка, хочется большую семью, друзей, кошку, собаку или червей, как Маша приходила к нам рассказывала. И у тебя есть выбор, либо купить сейчас этот скворечник за 3 900, либо взять 3 900, сделать как первоначальный взнос в ипотеку и взять, ну, даже не однушку, а двушку, например. Да, это не будет центр Москвы, пусть это будет окраина Москвы. Ну, и что ты выберешь? Миша, ну, спорный вопрос. Выбирая между квартирой в центре за 3 900 и за МКАДе за 4,5 миллиона однокомнатную, да, то я выберу, наверное, лучше скворечник, чем вот эту историю за МКАДом. Это я тебе так говорю, потому что я реально знаю, что такое жить за МКАДом. А я тебе могу сказать, как человек, который прожил в Москве на окраине, да, что я лучше выберу на окраине, где, во-первых, и магазинов шаговой доступности намного больше. Ты еще по центру, по Таганке побегаешь между театром, между станциями Таганская и Марксистская в поисках магазина шаговой доступности, где тебе можно было бы нормально хлеба купить, картошки, вот. В отличие от МКАДе или ЗамКАДе, где этих магазинов достаточно много. Ну, магазины это аргумент, конечно, но все же. Ну, не знаю, вот мне, например, центр, да не хочу, пыльно, шумно, грязно, не экологично. То есть ты считаешь, что жить, люди, которые живут на МКАДе, у них там вот эти вот экологически чистые районы? Нет, люди, которые живут на МКАДе, это ужасно. Не надо на МКАДе жить. Нужно за МКАДом жить, около, в пределах Московской кольцевой. Ну, в целом, у меня, например, очень много знакомых, которым такие квартиры подойдут. Почему? Потому что реально сейчас вот мои ровесники, они приходят домой просто для того, чтобы там поспать. Они не готовят кушать, они встречаются с друзьями в кафе. То есть вот такой формат современный, европейский, он, мне кажется, может... Это все. Это ужасно. Я еще раз, несмотря на то, что, да, девушку туда можно привезти, как сказал наш Риэлл. И червяки поместятся. И кровать там стоит, как он сказал. Но когда в очередной раз ты начнешь, да, а вот жить с ней, ну, ты пригласил девушку, у вас отношения, да, или девушка пригласила молодого человека, и они хотят жить вместе. Где? Ей одной там скучно, ну, неудобно, тесно. Вдвоем. А если еще и ребенок... Мудрая ты сова наша. Я... Михаил Антонов не рекомендует покупать такие квартиры. Я мудрейший сыч уже, если это сова... Квартира. Ну, я лично, я лично потерплю. В общем, не мой размерчик. Как-то кольчушка маловато будет. Анастасия Варданя. Всем хорошего дня. Здесь пишут, дорогие мои, ужас, страшно слушать. 11 квадратов. Нас в три раза унизили. Ну, не унизили, а просто предложили. А унижаться или нет, это выбор. Брать или не брать. Выбор каждого. Брать или не брать или не брать.